15 и 16 ноября. Москва. Одно из самых ожидаемых мероприятий в области информационной безопасности. СОК Форум 2022. Станьте частью большего. Присоединяйтесь. Подробности на сайте sockdefizforum.ru Добрый день, уважаемые коллеги. С вами я, Алексей Лукацкий, на свежевыжатом подкасте, который посвящен теме СОКов, Security Operation Center в преддверии грядущего 15-16 ноября СОК Форума. И сегодня у меня в гостях Сергей Голованов, лаборатория Касперского. Сергей, приветствую. Всем привет. Привет, Алексей. Сергей, я всем задаю первый вопрос, очевидный, на мой взгляд, в текущих ситуациях. Как меняется жизнь аналитика в области кибербеза, соковского, вирусного, неважно, в текущих условиях после 24 февраля? А может быть, и после 21 февраля что-то сентября тоже поменялось? Ну, поменялось много чего. Просто я могу вспомнить себя до 2020 года, до периода пандемии, и как я работал, соответственно, катался на выезды, катался на инциденты, расследовал их. И у меня, на самом деле, было где-то 4 больших расследования в год. Ну, то есть, это нормальное было число, потому что, если случается какой-нибудь инцидент, ну, например, то, что в последнее время бомбануло, это сливы в телеграм-канале. Ну, то есть, есть какой-то телеграм-канал, там публикуется какая-то картинка, дальше какой-нибудь текст, что все уроды, и, собственно говоря, люди читают, заказчик видит себя, звонит, говорит, ребята, приезжайте, помогите, как это произошло, кто это сделал, ну, и так далее. Ну, и, соответственно, таких инцидентов было 4 в год, и полностью вот от начала до конца, от моего выезда до отчета, подписанного, проштампованного, проходило 200 часов. Ну, то есть, 200 рабочих часов, это была нормальная цифра, причем, в зависимости от критичности, это могло занимать 2 недели, ну, то есть, без сна, без каких-то других работ, 200 часов в 2 недели. Потом, соответственно, началось то, что, если был простые инциденты, ну, то есть, буквально, там, пару жестких дисков отсмотреть, то это превращалось, там, не знаю, в 20 часов, в 50 часов рабочих. Ну, и, соответственно, это буквально за 2 дня ты все делал. Что случилось? Вот эти 200 часов они делили следующим образом. Это обычно была 1 неделя работа по адресу, ну, то есть, ты присидишь там с заказчиком, там, не знаю, там, акционеры, директора, вот эти все люди, они устраивают конфколы, например, если большая компания, ну, и там, как реагировать, там, кто что делает, что делают айтишники, что делают безопасники, как им там помогают и так далее. И после этого, когда работа по адресу заканчивается, ты забираешь с собой жесткие диски, уезжаешь в офис и тихо, спокойно, в течение, там, недели пишешь отчет. То есть, ты там был на инциденте, ты все знаешь, ты все забрал, теперь тебе нужно написать отчет и все это описать. И получалось такое, что как только, вот, там, 2 недели, там, 3 проходит, ты можешь взяться за новый отчет, за новый инцидент и так далее. Теперь, что произошло после 24 февраля. У нас нету больше этих двух недель на написание отчетов. То есть, ты на инциденте, ты работаешь и, соответственно, отчет начинаешь писать прямо тут же. И прежде, чем ты уедешь от заказчика, ты уже показываешь уже черновик. Да, там, ЖШ написано через Ж, через Ш, но все остальное, типа, не имеет значения. Потом, значит, кому-нибудь, там, младшему аналитику, там, или какому-нибудь руководству даже отдашь просто своему, чтобы вычитали отчет. И получилось то, что работа без выходных. Могу даже показать, ну, рассказать в подкасте о том, что количество шагов, которые я делаю, там, увеличилось в 4 раза. Отпуск первый, просто выходной даже так, уже не отпуск, а просто выходной случился со мной уже. Один выходной был, это вот 8 марта, просто цветы купить женщинам. А потом это только майские праздники. И причем на майские праздники пришлось уйти через отпуск, потому что, ну, нет, а как, кто работать будет. К этому же наложилось и 24 февраля. Это, скажем так, некоторые сотрудники, которые раньше выполняли работу, они уехали. То же самое сейчас случается и после 21 сентября. Поэтому я говорил про 4 в год, а теперь это 4 в месяц. И нужно понимать, что такие инциденты с телеграм-каналами, они становятся намного жестче, намного чаще. И у них есть некая специфика появилась. Это то, что некоторые выезды, они фальшивки. Ну, то есть выкладывают все то же самое, какой-нибудь скриншот с корпоративного портала. Все в ужасе. Нужно ехать, звонят тебе, приезжай. Я приезжаю. Начинаю смотреть, там, сниферить, смотреть в карту сети, где вообще эта система. Ее нету. И сидит какой-нибудь там главный админ этой компании, говорит, я же говорил, что ее нету, нету, это все фейки, фейки. И приходится реально, то есть буквально там за, не знаю, часов за 5-6 при работе по адресу уже писать, ну да, ребят, типа я сделал вот это, вот это, вот это, ничего не нашел. Сергей Голованов, лаборатория Касперского. Печать, подпись, все. При этом бывает другая ситуация, когда в телеграм-канале начинается гнобление компаний, да, то есть выкладывание там фотографий сотрудников, там, личные какие-нибудь, то есть когда уже добираются там, например, до рабочего места сотрудника, а там клауд личный. И вот начинается, соответственно, похищение этих личных фотографий и там давление, скажем так, на сотрудников, на администраторов, на руководство и так далее. Но при этом часть инцидента, оно прячется, причем сознательно прячется. И то есть вроде бы, то есть изначальный слив, как там обгоняли, подрезали, ты узнал? То есть формально для ответов на вопросы там, которые поставит руководство, как произошло инцидент, ты уже готов ответить, но при этом ты знаешь, что ага, а вот про это сволочи в Телеграме умолчали. И, соответственно, там какой-нибудь стоит там кластер здоровый, где много-много чего интересного творится. И тебе приходится его тоже забирать, описывать, копировать. И несмотря на то, что в Телеграм-канале про это был молчок, на самом деле это тоже часть инцидента, очень большая, специально закрытая. И можно сказать, что есть такая штука, закладки, да, то есть после инцидента ставится злоумышленниками закладки, которые там срабатывают по таймеру, например. У нас самый долгий таймер, который я помню, это был там что-то 15 месяцев. И, соответственно, такие спящие закладки закладываются, и их надо находить. И в Телеграм-каналах про это не пишут. Вот я думаю, что я вкратце описал то, что происходит в мире аналитиков, да, как ты сказал, которые занимаются анализом инцидентов после 24 февраля. Ну и да, вторая красная дата, сейчас 21 сентября. Спасибо. Как осуществлять снифинг в квантовых каналах связи? Я ни разу не видел. Ты знаешь, вот пока я не увижу это, я даже думать об этом не буду. Обычно все очень просто. Приходишь там, гермозона, заходишь в нее, там какой-нибудь админ, не хватает длины кабеля, ну, в общем, обычно это все на месте решается. То есть если я зайду, а там будут, соответственно, квантовые каналы связи, я буду часто дать очень долго репу, думать, что с этой фигней делать. Но пока нет, не встречалось, простите. Ну, ты, вот когда ты отвечал на первый мой вопрос, ты сразу навел меня на мысли о четырех новых вопросах. Есть ли у тебя секретарша? Ввиду увеличивающего числа задач? Нет, секретаря нету, нужно понимать мою позицию в компанию, я рядовой сотрудник, несмотря на то, что у меня формальный, я главный эксперт по информационной безопасности, я рядовой сотрудник, секретаря у меня нету. Единственное, что я могу себе позволить, это я могу секретаршам и другим секретарям подкидывать работу. Вот могу прийти, сказать, слушай, помоги, пожалуйста, там нужно что-нибудь сделать. Вот это я могу совершенно спокойно. Ну, вот прям вот, чтобы там кто-то мне был отдан в рабство, такого нету. Окей. Ты сказал, что ты активно готовишь отчеты, ты их готовишь в моем офисе или ты используешь офис другой компании, которая покинула Российскую Федерацию? У нас есть шаблоны для того и для другого, соответственно, все зависит от, да на самом деле ничего, не зависит, как в чем удобнее, то мы делаем. Но шаблон есть и там, и там. Последние, собственно говоря, отчеты уже идут в моем офисе. Но нужно понимать, что у нас все еще тестирование идет. И часть шаблонов, учитывая, что там должны быть шрифты выверенные, там должно быть, ну, оформление, оно специальное, соответственно, иногда это правда на принтерах едет. Поэтому иногда, если мы говорим про, скажем так, ты когда на инциденте, ты не думаешь про оформление отчета, ты берешь там последний, в нем старом все удаляешь и пишешь заново. Вот, соответственно, если тебе подвелся, значит, шаблон в моем офисе, значит, будет мой офис. Если попался там старый какой-нибудь отчет под другой компанией, то, соответственно, будет другой компанией. Разницы, в принципе, никакой. Окей. А вот смотри, ты упомянул про ситуации, когда у тебя какой-то фейковый вызов, условно. Вот как в таких случаях доказывать, что ты работу сделал, и ты ее сделал качественно? Когда ты что-то нашел, вот очевидно, вот артефакты, вот вам, ребята, результат, давайте заплатите мне мои денежки, ну, или там насчет компании перечислите за количество часов. Здесь ты там несколько дней, недель потратил, доказательств нет. И вот как доказать заказчику, что ты сделал все возможное, но ему просто повезло, что его не хакнули, и это был фейк, и там черный пиар, и так далее. Смотри, значит, в любом случае работа одна и та же. То есть это очень плохая работа, абсолютно согласен с тобой, потому что, опять же, есть, например, служебная проверка, да, вот мы подозреваем, что у нас там какой-то сотрудник, он нечистый на руку. Вот, соответственно, его рабочее место, соответственно, просим вас ответить, уважаемый эксперт, на следующие вопросы. Передавалась ли конфиденциальная информация в сети общественного пользования? Ну, какие-нибудь такие вопросы. Ну, как бы вопрос есть, на него надо отвечать. Дальше как делается? Значит, методичка одна и та же, и ты смотришь там, например, как можно передать информацию с автоматизированного рабочего места. Браузер. Значит, идем, смотрим историю посещений, что куда заходили, что куда отправляли, ничего нет. Ну, и, соответственно, ты в отчете пишешь, то есть у тебя есть методичка, ты описываешь эту методику, соответственно, и говоришь, результата нет. Дальше, там, электронная почта. Значит, мы берем, значит, смотрим, какие письма куда-то отправлялись, ничего нет. Опять же, там, заказчики обычно передают, какие конфиденциальные данные, они подозревают, что утекли. Соответственно, эти конфиденциальные данные хранятся либо в каком-нибудь там портале по определенному адресу, либо в виде документов просто на жестком диске. Соответственно, ты знаешь, когда этот там портал посещали, когда эти файлы открывали, когда их печатали и так далее. У тебя появляется таймлайн. В этом таймлайне ты, например, смотришь, когда, например, как флешку вставили, скопировали, внесли. Соответственно, ты смотришь, по реестру, какие устройства подключались и говоришь, что ничего нет. Опять же, а может быть, они модифицировали файловую систему каким-то образом, спустили какие-нибудь утилиты. Соответственно, ты берешь, смотришь историю запуска программ, ничего нет. И в результате, как это выглядит в отчете, значит, перед экспертом поставлены такие-то вопросы. Я, эксперт, сделал это, результат отрицательный. Я сделал вот это, ничего не нашел. Я сделал вот это, ничего не получилось. И, соответственно, и этот список, он на самом деле ограниченный. То есть, там где-то порядка 10-15, в зависимости от ситуации, методик, которые ты попробовал. И ответ отрицательный. Соответственно, я передаю это заказчику со словами, слушай, ну вот 200 часов прошли, я сделал вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Не верите мне, делайте вот по этой же методичке сами, но, как бы, можно дальше копать и придумывать, что, значит, там, не знаю, какие-нибудь, он передавал эту информацию, там, например, с телефона, да, то есть, он фотографировал вот это и куда-то там что-то отправлял. Но, как бы, вообще-то для служебной проверки это выше крыши. Мы и так уже сделали дофига. Продолжаем, да или нет? И ответ, чаще всего, нет, все, хватит, спасибо большое, как бы, все облемающие ответили на наш вопрос. Окей, а что тогда является доказательством, ну, не доказательством проведенной работы, это понятно, а когда заключается договор на такую работу, факт оплаты осуществляется по результату или за набор выполняемых действий, независимо от положительного или отрицательного ответа? Оплачивается человек и часы. Оплачивается просто, сколько я времени сидел, отвечая на эти вопросы. Какой там результат положительный, отрицательный, как бы, это результат, то есть, выводы, которые написаны, вот, в последней части отчета, вот, за это платятся. То есть, и опять же, нужно понимать, что моя работа, это, передается, там, например, правоохранительным органам, и дальше, соответственно, я, все то же самое, только теперь, значит, я в качестве выступаю свидетеля, и, соответственно, все то же самое, типа, ну, теперь по ответственности ты говоришь. И уж, какой результат он есть, такой он и есть. Типа, если ничего там не было, то ничего нет. Единственное, что, конечно, все время, я тебе объясню, я все время сам себе не верю. Ну, правда, ну, то есть, ну, ничего нету. Ну, блин, ну, не может быть такого, что ничего нету. Не могли позвать просто так. Ну, да, ну, да, ну, как бы, ну, нет, не воспроизводится, ничего нету, там, я смотрю. Обычно, опять же, кстати, что изменилось после 24-го числа? Вообще-то, там, до 20-го года все время как раз на выезд едут два человека. Именно это связано с тем, что я смотрю своими двумя глазами, но мало ли, в 5 утра у меня, короче, мозг замкнуло, и я вижу, у меня здесь два варианта, либо я вижу то, чего нету, либо я не вижу того, что есть. Либо false positive, либо false negative. Советую. Соответственно, у меня все время со мной должен быть мой напарник, который тоже смотрит своими двумя глазами, и он либо подтверждает, что вижу я, либо опровергает. А после 24-го числа, все, нет, никакой поддержки, ты один. И очень важно было, например, чтобы в тишине, спокойствии, уже в офисе писать отчеты, чтобы ты еще раз, то есть я делаю там, там смотрю, например, на файловую систему, я еще раз смотрю, что вот тут вот, вот Туза мне говорит, что вот этот день, вот этот месяц, вот этот год, не наоборот, чтобы в тишине, спокойствии это проверить. И отвечая на этот вопрос, как, еще раз, я там могу быть уверен, ну вот, вот уверен, вот я несколько раз все проверил. Если я ошибаюсь, ой, это очень плохо. Были случаи? Ну у нас, на самом деле, я думаю, ты в курсе, есть такая конференция, называется Facepalm Conf, или как-то там FaceConf, где собираются специалисты по безопасности и рассказывают про свои факапы. Вот, и там на самом деле, это закрытая конференция, и там феерические истории. У меня был один феерический случай, это была активная фаза респонса, ну то есть, злоумышники еще не закончили, ну то есть, я приезжаю по адресу, когда еще злоумышники внутри. И на самом деле, это самое интересное, потому что, ну например, я примаунчиваю диск, а злоумышник его отмаунчивает, ну то есть, там реально идет гонка за ресурс, или например, я пытаюсь выключить сервер, а злоумышник дает отмену моей команды, и оставляю этого включенным. Ну то есть, там такая прям борьба-борьба идет. И вот, значит, однажды активная фаза респонса, злоумышники внутри, и мне нужно найти закладки, которые они ставили. и системы, где они вставляли, это была необычная винда, сразу скажу, она была защищенная, значит, компания очень ответственно относилась к безопасности, и мне надо было очень быстро, очень простым скриптом найти, у них было этих защищенных систем, где-то 500 штук, мне нужно было на этих 500 системах найти закладку, и у меня не было доступа к этой системе, чтобы проверить свои скрипты для поиска закладок, и на моем компьютере закладка находилась четко, а когда мы уже выпустили все это, ну, то есть пошли ребята с флешками проверять этим скриптом до production, вот, оказалось, что я сделал ошибку, причем, ну, то есть есть команда find, которая ищет файлы, на файловой системе, и у Windows это слэш параметром передается, а в Linux передается минусом, так вот, я слэш с минусом перепутал, и в тот момент, когда мой скрипт вернул, что там, вот, все чисто, на самом деле сработала закладка, и было очень больно, и был очень большой разбор, и я честно пришел, осознался, что там были такие бородатые мужики, сидели в руководстве компании, я честно пришел, ребят, типа, да, это мой факап, да, я ошибся, да, значит, не было времени на проверку, да, значит, вот он на моей винде find понимает минус, а вот на продакшн не понимает минус, ну и, собственно говоря, там сидели такие большие дядьки, вот, они такие, ну, как бы, так получилось, значит, так получилось, вот это был мой такой факап именно из-за того, что просто два глаза ограниченное количество времени и без тестирования напускали, да, факап. А вот скажи, Сергей, вот эта хорошая тема с факапами, на одном из походейсов, я помню, Леха Качарин, когда организовал секцию, условно, антипленарку, была идея, что вот выйдут специалисты и поделятся своими факапами, и условно там кроме меня никто не взял и не сказал публично, у меня ребята были факапы. Вот ты сейчас рассказал о факапе, рассказал, что есть закрытая конференция, где люди делятся, почему люди не готовы делиться открыто своими факапами? Потому что если выйдет человек на сцену и скажет, что, вы знаете, я тут однажды один город оставил без интернета на несколько часов, его просто убьют нахрен на этой же сцене. Ну, это же было. Нет, ну, понимаешь, как бы оно было, но никто про это как бы не знал, кто за это ответственный, а тут вот оно, это лицо стоит на сцене и говорит, что оно сделало. Опять же, там на этой конференции, ну, блин, там платежки отключали, опять же, там, что же там еще там? Не, ну, хорошо, есть же, наверное, истории в жизни каждого ИБшника, когда, может быть, это не столь может повлиять на свое собственное здоровье, если ты об этом скажешь, но это история, которая может послужить уроком для других, но при этом все равно у нас как-то не любят делиться своими отрицательными историями, в основном рассказывают про свой там позитивный опыт, а не про то, как вот налажал и так далее. Я могу тебе просто пример рассказать про, почему нужно делиться, почему я делюсь, почему я всем, я тоже считаю, что нужно делиться, не публично, я согласен, что иногда это может быть опасно для здоровья, но обязательно нужно делиться даже на закрытых конференциях, просто пример из-за медицины, ну, потому что есть медицинские журналы, то есть там молодые ученые, они должны публиковать, там, не знаю, молекулярную форму, какое-нибудь там лекарство. И вот, значит, был такой случай, он описан, что когда, значит, в 60-х годах, значит, кто-то там изобрел какую-то очередную там молекулу, которая что-то лечила, они, ну, начали давать ее пациентам, пациенты начали умирать. Подприемы этого лекарства. И именно из-за того, что это факап, и именно из-за того, что это нигде не напечатали, спустя 30 лет другие ученые избрали точно такую же формулу и начали давать ее пациентам. И удивительно воспроизвелось, то есть люди, которые получали плацебо, они, значит, продолжали жить, а люди, которые получали вот это лекарство, они, к сожалению, умирали. И именно из-за того, что в 60-х годах вот отказались, значит, ой, это факап, мы больше не хотим, и решили, ну, не знаю, кто решил это, либо сами ученые решили об этом не публиковаться, либо, ну, как редакторы научных журналов решили, что да нет, мы не будем это публиковать, это жесть какая-то. Люди погибли. Поэтому, если мы говорим про информационные технологии, у нас немножко попроще с этим, хотя смотря где. Я однозначно считаю, что вот такими вот фейлами, факапами нужно делиться. Окей, спасибо. Вот у меня еще вопрос у иностранцев, ну, в принципе, у нас тоже на рынке, но в основном у иностранцев есть такая услуга, как инцидент-респонс-ретейнер. То есть, когда ты закупаешь определенное количество часов у компании, в течение которых она готова тебе расследовать, если у тебя есть подозрения, либо что-то. То есть, ты покупаешь такие бандлы 80 часов, 120. Страховка в год, да. Ну, условно, страховка, хотя, наверное, тебе ничего не компенсируют, но готовы помочь расследовать, если что-то произошло. И очевидно, что вот эта длительность, она очень сильно зависит от квалификации эксперта. Вот, соответственно, как происходит заказ такого рода услуги и выставление экспертов на услугу, потому что там заказчик говорит, я хочу Сергея Голованова к себе на услугу, я уверен, что он там сделает все по высшему разряду и потратит на этот инцидент там 10 часов, условно. А какой-нибудь там нонейм эксперт, который закончил курсы Geekbrains, он либо вообще ничего не найдет, но потратит те же часы, либо сделает это в два раза дольше, и компания, по сути, за свои деньги получит в два раза меньше услуг, чем могла бы. Вот как разруливать эту ситуацию и заказчику, который заказывает, и поставщику услуги, который не может клонировать тебя, а у него есть какие-то там неюби, которых надо расти, расти, расти. Расскажу, как это происходит. Значит, такие контракты есть, да, соответственно, можно заключать их напрямую с лаборатории, в нашем случае, либо через партнеров, и там, соответственно, в зависимости от контракта, там либо два, либо один, либо четыре таких респонса в год, ну или там, на промежуток, на который заключается контракт. Дальше есть разделение по специалистам, обязательно есть. Есть люди, которые путешествуют, например, только на промышленные объекты, то есть, например, я очень редко, я очень редко в такие места езжу. Есть ребята, которые обслуживают, например, там чисто ездят по госзаказчикам, есть ребята, которые ездят там по бизнесу и прочее. А с Сергеем Головановым заказать конкретно специалиста не получится, то есть, Сергей ездит, я езжу, просто у меня звонит телефон. То есть, и даже есть контракт, нету контракта, вообще, при звонке меня это вообще не касается. То есть, там есть там аккаунты, которые потом, там, или там друзья Касперского, которые, значит, потом как-нибудь там рассчитаются. Неважно, меня это вообще не волнует. Что меня волнует? То, что про ньюби. Нужно понимать, что даже если ньюби, какой-нибудь там сотрудника, которого взяли, например, на поддержку этих контрактов, который там человек неопытный, молодой, и пороха не нюхал, и вот, соответственно, он приезжает, и, например, как ты сказал там, отрицательный результат, да, у него? Ну, то есть, не нашел. Не нашел, да. Ну, то есть, сеть заражена, там везде руткиты раскинуты, значит, там гигабайты слиты, а он пишет в отчете, что, значит, вредоваться в программном обеспечении не обнаружено, точка, да. Я просто расскажу, что происходит дальше в таком случае. Значит, этот отчет, он как бы отдает руководству, руководству, ну, значит, мало ли, что там звезды сошлись, значит, отдало это всю заказчику. Что, значит, заказчик делает? Заказчик, значит, читает, у него, значит, не сходится, вообще ничего не сходится. И он, значит, так, хороший отчет, спасибо большое, а теперь, вот теперь, что можно мне, Сергей Голованов вот это все сделает еще раз. и совершенно спокойно можно, ну, не то, что арбитраж, не диспут, но совершенно спокойно можно написать письмо в той же самой лаборатории, сказать, ребят, у нас тут не сходится. Мы, конечно, понимаем, что человек пошел вот по этой методичке, она же должна быть описана в отчете, должна быть, и получил такой результат. Но, может быть, есть другая методичка, какая-нибудь попродвинутая, как там, руткиты искать. Может быть, она есть, и это доходит до меня. Доходят до меня такие вещи. Я читаю, смотрю этот отчет, и я чаще всего с чем сталкиваюсь. Когда я приезжаю на инцидент, я забираю с собой куски, например, ну, если я там что-нибудь снеферю, у меня должны быть пикапы сетевого трафика. Если жесткие диски, могу их скопировать, могу просто физически их изъять. Ну, просто подойти к серверу, ничего не было, ничего не знаю. Был, был, не стал. И memory dump то же самое. То есть я подхожу, значит, запускаю там утилиту какую-нибудь, и дамп память. И, соответственно, начинаю смотреть, что к чему. Есть методички, когда, очень часто эти методички, когда люди работают на потоке, когда люди при, называется такое слово цифровые доказательства, когда люди ограничиваются, например, только журналами электронными. И, естественно, в журналах не находят. Есть, ну, например, там какой-нибудь, не знаю, там, кластер стоит, там, внутри кубернетикс, там, какие-то контейнеры, какие-нибудь там, веб-сервер, ну, и, собственно говоря, разломали тот же самый веб-сервер. Ну, собственно говоря, там, взяли логи веб-сервера, ничего нету. А ты приезжаешь, там, смотришь Memory Dump, там, реально, руткеты, там, SSH уже подломали, там, вообще, полная жесть. Но, да, в журналах, в HTTP сервера, ничего нет, да, ты прав. Но, извините, пожалуйста, значит, методичка правильная, но, если копнуть чуть-чуть глубже, забрать больше цифровых доказательств, то, естественно, все находится, и тут же все встает на свои места. Поэтому, скажу так, что, если кто-то переживает за то, что, там, есть какие-то сотрудники, которые, там, неквалифицированы, и что, значит, вот, компания, лаборатория Касперского, позволит рушить свое имя, как, каким-то, там, неопытным сотрудникам, то, позвольте вас заверить, что это не так. Потому что у нас есть Евгений Касперский, который регулярно выходит, например, из своего кабинета, а я сижу с ним рядом, и он говорит, вы что хотите сказать, что продукты, которые носят мое имя, например, не справляются с этими атаками? Такое начинается, такая жесть начинается. Ну, то есть, ну, и объяснить это Касперскому нельзя, что, вот, вы понимаете, он там, Евгений, у нас там методичка, ему вообще пофигу на это все. Ну, то есть, и это бывает регулярно. Поэтому в случае с инцидентами, опять же, я еду, нету контракта, ну, нету контракта. Ну, был контракт, ну, надо там перепроверить, ну, поеду, я перепроверю. Но именно попросить там то, что там в контракте было написано конкретного респондера, имя, такого нет. Окей. А тогда как быть ситуацией, когда компания хочет у себя вырастить экспертизу по форензике? То есть, вот с чего ей начинать? Ну, понятно, что в одном случае она может обратиться за аутсорсинговой, как бы, услугой, но там, наверное, в России компании, которые бы предлагали такого рода услугу, ну, там, по пальцам одной руки условно пересчитать. Ну, да, красный, зеленый, синий, да. Да. Вот. И компания хочет, там, у нее есть свой сок, у нее есть, там, соответственно, L1, L2, может быть, даже L3. L3, да. Да, и она еще хочет заняться полноценной форензикой, потому что большая компания, десятки тысяч узлов, и, наверное, может быть, правильно создать свою экспертизу, вот с чего ей начинать? Куда послать на обучение человека? В САНС. Ну, в САНС мы сейчас далеко не всегда можем послать. На Pirate Bay там есть учебники СИСАНСа. Ну, то есть, обычно эти люди, которые все-таки понимают, что им пора идти... Во-первых, и что значит послать человека заниматься форенсикой? Работа в форенсикаторе, это, на самом деле, не то, что прям вот... А, это не работа пентестера, скажем так. Ну, она вообще... Ты обидел всех пентестеров. Нет, это есть такая смешная картинка в интернете, где, значит, с Панчбобом, где, значит, идут, ой, пентестеры, которые все, значит, ай-яй-яй, мы тут все разнесли, ура-ура. И, значит, такой, да, грустный, такой форенсикатор, который смотрит, это все, говорит, сволочи. Ну, потому что реально, я, как человек, который, например, участвовал в тех же самых киберучениях, то есть, когда приходили и разносили все в хлам, потом приходилось, соответственно, то, что там у пентестера заняло, там, не знаю, 15 минут работы, да, у форенсикатора это занимает 15 часов работы, поэтому это не такая веселая работа, вот уж поверьте. И если есть человек, который сознательно дошел до того, что вот ему интересно этим заниматься, он согласен тратить на вот эти вот 15 часов своей жизни, чтобы достать этот митерпретер какой-нибудь, который пентестер сделал просто вот, вот просто скриптом на Enter нажал, а человеку, чтобы этот митерпретер, значит, расфигачить, требуется реально много времени. Но если это человеку интересно, то вот он, ну, на самом деле, сам до этого дойдет. И если мы говорим, куда там посылать на обучение и прочее, ну, во-первых, точно скажу Sans, ну, потому что это самый среди всех, просто я сдаваю регулярно, сдаю эти экзамены санцовские, они реально очень прикольные. И то есть, несмотря на то, что я как бы практикующий эксперт, я езжу, я смотрю, я слежу там за тенденциями, они все равно дают больше, чем вот реально тебе встретиться в реальной жизни. Если говорить про другие какие-нибудь альтернативы, то, во-первых, есть огромное количество методичек. Эти методички реально есть на Parade Bay. Они есть в Telegram-каналах. Ну, то есть люди, которые там ведут, ну, просто независимые следователи, да, вот они, которые выкладывают там... В исследовательских целях, конечно. В исследовательских целях. Они же как, выкладывают что-нибудь и для Red Team, что, естественно, пользуется больше популярностью. Они также выкладывают все и для Blue Team. самые редкие и самые ценные, на мой взгляд, это то, что выкладывается для Purple Team, то есть для людей, которые и туда, и туда, и сюда. И в этих книгах написаны все эти методички. Плюс еще есть, не знаю, там, в журнале хакеры иногда все это публикуют. Опять же, есть Twitter, ой, там вообще, там, каждый форенсикатор считает своим долгом, что-нибудь выложить, какие-нибудь свои скрипты на GitHub. Ну, и, соответственно, выходишь на GitHub, там вообще с ума сойти, что там происходит. Поэтому скажу так, что, что если лет, например, там, 5-10 назад стать форенсикатором, это реально была проблема, ну, потому что методичек по хаку, их просто, там, гигабайты качай, а вот для форенсики, ну, реально это надо было искать, зубрить, и искать человека практикующего, то сейчас, в принципе, все эти материалы есть. И если нужна бумажка, сертификат, то это отдельная задача для тех самых вендоров, которые... Хотят отсечку в контракт какую-то? Да, вот. Но, на мой взгляд, еще раз, самое практикующее, самое правильное, самое полезное, это санс. Я соглашусь, как человек, который учился в сансе, там, неоднократно, и действительно знает, где найти те же самые материалы, и там, в телеге, и так далее, и так далее. Это хорошая тема, но вот если человек хочет пойти с инструктора лет, наверное, россиян же они сейчас вообще не пускают. Я скажу после 24 февраля, я расскажу. У меня приняли экзамен, сансовский, я сдавал очередной. Единственное, то, что там должны тебе... Ты сдаешь экзамен, тебе там дают 90%, что-то такое, и тебе должны дать бумажку. Вот, соответственно, вот эти бумажки я написал, мне, значит, будьте добры доставить на Ленинградское шоссе, город Москва, вот, что-то не пришло. Ну, они же еще в электронном виде выкладывают лишние кабинеты и их можно с учетом. В электронном виде медалька, да, вот это все дают, соответственно, это все есть, в электронном виде есть, но именно там доставка, например, там обычно дечелем, по-моему, не доставляли. Соответственно, вот это все уже не пришло. Заключать новые контракты, вот, на самом деле, просто по индустрии скажу, кому-то это удается, заключить новый контракт с сансом, а кому-то уже нет. И, то есть, опять же, там же есть у них compliance какой-то на заключение контракта. Вот, соответственно, я знаю просто случаев, что у ребят заканчивались, например, эти сертификаты, они подавали на очередной экзамен, на очередное обучение, соответственно, ответа уже, либо вообще ответа не было, либо приходил прям явный отказ, причем с формулировкой, то, что вы копировали несанкционированные наши материалы, например. Все. И после этого все заканчивается. Да, ну, а что ты докажешь? Я не копировал. Да, вот хотите, вот мое рабочее место, вот мой телефон, проведите с экспертизой, так что докажите, что я ничего никуда не сливал. Да, на самом деле тяжело. И это, на самом деле, вопрос для того, что, может быть, нам пора уже отечественный сеанс, я так чуть-чуть так покручу тут пальчиком, может быть, нам пора свое что-то сделать такое, не знаю, либо на базе межвузовой кафедры, либо на базе какой-нибудь ассоциации, то есть чтобы все вендора там собрались и сказали, что, ребят, вот давайте мы сделаем какой-нибудь курс обучения, и все заказчики, люди, которые получат вот от этой структуры, я не знаю, если они получат бумажку из этой структуры, то они будут уверены, что форенсикатор нормальный. Но это феерическая проблема, потому что я несколько раз разговаривал с ребятами из других компаний, некоторые, да, вообще, давай, некоторые, блин, нет, у нас есть свое, плюс еще нужно понимать, например, там, позицию той же самой лаборатории Касперского, я же тренер лаборатории Касперского, то есть я же веду тренинги по проведению там тех же самых эспетистов, и вот что получается, что вот раньше у нас заказчики обращались ко мне, да, что вот мы хотим, чтобы Сергей Голованов нас научил, а теперь что, будет какую-то в ассоциацию деньги, да, платить? Ну, в общем, короче, вот эта вот муть, непонятка, отсутствие договоренности, доверия и так далее, в общем, она пока что мешает нам сделать свой родной санс. Ну, вот у нас был свежевышенный подкаст с Таймуром Хирхабаровым, он тоже сказал, что надо и готово, и есть много людей, которые готовы поделиться своей экспертизой, но я помню нашу беседу на московской магнитке, где мы обсуждали, что вот надо создать алиассанс, прошло уже полгода, а получается, в общем-то, ничего, нет кого-то, кто был независим условно от всех, готовы взять это на флаг, инвестировать туда первоначальный капитал, чтобы потом раскрутить эту идею. И получить еще обучающую лицензию. Да, это вообще отдельная тема. Да, это проблема. Согласен. Но, возвращаясь к форенсикаторам, если это достаточно непростая задача, может быть, она не очень там веселая, как у пентестера, надо ли компаниям иметь свой сервис в соке по форензике? При каких условиях его иметь не надо, а лучше отдать на услуги. Потому что, например, когда проектируешь сок, выстраиваешь сервисный каталог, и доходит речь до малвей-реверсинга. Никто никогда, может быть, за исключением трех-четырех организаций в стране, не выстраивает у себя внутри малвей-реверсинг, потому что это совершенно редкая тема, что-то новое подхватить, и аналитик будет простаивать, ему проще уйти к вам на работу и так далее. Вот в каких случаях форенсика должна быть внутренней экспертизой? В каких случаях, соответственно, проще пользоваться внешней? Ну, я обычно, когда приезжаю в компанию крупную, у них есть крупные соки, и в крупных соках обязательно есть свой форенсикатор. И иногда у меня бывают даже такие заказы, не то что заказы, звонит телефон, и кто-нибудь говорит, слушай, нас тут атаковали, мы провели исследование, вот, значит, форенсику провели собственную, проверь ее. Я такой, что? Ну вот, типа, наш эксперт сказал, что на этом диске есть следы компрометации, а вот на этом нету. Вот, а это, типа, два диска с серверов, которые стояли просто рядом. И вот как же так получилось, что вот хакерок вот на этот залез, и, ну, собственно говоря, там форенсикатор восстановил, как там хакерок проникал, куда он там, какие команды вводил, вот, а этот стоит рядом, и, значит, пароль к нему подходит. И как же так получается, что хакерок до этого вот жесткого диска не добрался? И это очень простая, на самом деле, задача. Я такой, ну, давай, мне все равно, присылай два диска. Присылаются два диска, я все смотрю и говорю, да, слушай, ну, реально так получилось. Вот хакерок не дошел до этого, вам повезло, спасибо большое. Там, типа, мы тебе что-нибудь должны. Я такой, ну, бутылку мне поставьте, и нормально. Поэтому скажу так, обычно я работаю... А ты какие напитки предпочитаешь? Ой, значит, это... Мне обычно, я сказал, что у меня рабочее место рядом с Касперским, и, значит, я у Каспера спрошу, потому что обычно у меня нету времени по это все выпивать, но обычно я беру вискарь. Ну, опять же, можно там, у ребят там... Чего же мне Дрюков-то... Каливадос, по-моему, что-то какой-то привез. Что-то такое, можно у Волы спросить. Слушайте, сложится мнение, что пьющая у нас отраса. У нас... Так, во-первых, она точно у нас пьющая. Что значит, какие в этом могут быть сомнения? У нас нормальная отрасль, мы все работаем и с институтских времен употребляем, это нормально. Скажу так, еще раз, поэтому, когда я работаю с крупными соками, там обязательно есть уже форенсикатор свой. Когда он нужен? Ну, когда требуется? Когда он требуется? Ну, при каком количестве, условно, там, инцидентов или какие триггеры должны сработать, чтобы, там, глава СОКа сказал, все, помимо, там, стандартных L1, L3, там, quality assurance, я еще заведу себе, там, одного хотя бы форенсикатора. Скажу так, соответственно, как только... Просто даже мы с этого начинали, скажу, как только у вас начинается, скажем так, вы об этом задумываетесь четыре раза в год. То есть, если вы задумываетесь об этом... Блин, а вот прикольно иметь форенсикатора, подумали. Потом проходит, там, три месяца. А вот прикольно бы иметь форенсикатора. Вот как только вы об этом задумаетесь четыре раза за один год, вам надо иметь форенсикатора. Потому что этот форенсикатор, нужно понимать, он же, во-первых, он не возьмется из воздуха, вот так вот, раз, два, три, и у нас форенсикатор. Человек, который будет заниматься форенсикой, он обычно просто из других соков, скажу, как они появились в других соках, это ребята, которые занимались аналитикой, трейдхантингом, и в конце концов начали потихонечку-потихонечку ковырять диски. И я вначале говорил, что там форенсикатор, он неделю, значит, работает по адресу, а потом две недели пишет отчет. Вот, соответственно, считай месяц. Соответственно, вот как только на форенсику должно, то есть примерно будет уходить четыре месяца за год, вот тогда нужно уже этого человека возвращать. И понятное дело, что не факт, что он будет загружен четырьмя инцидентами в месяц сразу. Это чушь, так не бывает. Но если вот потихонечку, потихонечку его там, человеку этому давать, один диск в три месяца, потом два диска в три месяца, потом три. Ну и, собственно говоря, как только у человека прям нормальный, хороший такой форенсикатор, как только у него будет на анализ одного жесткого диска уходить две недели, вот это прям хороший человек. Вот прям вот хороший человек. И поверь себе, от этого человека вообще нельзя избавляться. Ни в коем случае. То есть, что он там хочет, там, какой-нибудь там сервер с SSD-дисками быстрыми, чтобы анализировать быстро жесткие диски. На тебе сервер. Хочешь там виртуальный сервер с там огромным количеством оперативной памяти, чтобы там сделать RAM-диски, анализировать memory dump'ы. Дайте ему этот сервак. Ну, правда, потому что именно отчет форенсикатора, который воспроизводимый, который принимается правоохранительными органами, в котором написана вот эта самая правда. Не домыслы, которые во время совещаний в Совете директоров, значит, это был инсайдер, нет, это был хакер, нет, это конкуренты нас хакали. А вот форенсикатор, он как раз и даст ту правду, которую же нужно на Совете директоров читать и делать из этого выводы и принимать решения к действию. На основании отчетов форенсикатора, а не домыслов. Окей. А вот скажи, после 24 февраля поменялась ли ситуация с софтом для форенсики? Потому что раньше... Я не стал, конечно, софта не стало. Собственно говоря, да. Ну, во-первых, нужно понимать, форенсика бывает разная, она бывает еще и судебная. И обычно те, кто занимается судебными экспертизами, они прекрасно знают, что авторские права на них не распространяются. И поэтому то, что официально софта, его нету, судебные эксперты вообще не останавливают. Соответственно, можно идти и брать пиратские. Единственное, что нужно проверять, чтобы там не было закладок. Это отдельная задача. Ну, то есть адвокат стороны, которую обвиняют, не может сказать, что, ребята, доказательства были собраны с нарушением законодательства, потому что вы использовали софт, полученный нелегально. Нет, вообще не распространяется. А почему тогда к логам это применяется, что логи были собраны в нарушении правил, целостность нарушена и так далее. А вот, соответственно, что может быть нарушена теоретически целостность софта? Нет, смотри, значит, так, тихо, тихо. Давай. Тихо. Значит, целостность логов и прочее. Есть методичка, как забираются логи. Соответственно, все это делается специалистом, имеющим квалификацию, то есть диплом, специальность. Соответственно, вот он приезжает, забирает этот лог с помощью таких действий. После этого все это оборачивается, штампуется, поставятся подписи. Да, и тогда оно имеет значение. А, тогда это значит, да. И, соответственно, если адвокат что-то будет говорить, то, соответственно, ему показывается, там, значит, этот отчет специалиста, опять же, там, все сфотографируется. И, ну, какие, 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 да. Соответственно, какие тут вопросы вообще к нам, ваша честь. Типа, все сделано правильно. Это первое, это что касается логов. Второе, что касается экспертизы. Соответственно, экспертиза у них есть очень четко, если мы говорим про судебную уже, там есть очень четкая методика работы. Ну, то есть, например, например, то, что при экспертизе должно, машина, компьютер, который используется для экспертизы, он должен быть отключен от сети. Он там, соответственно, все оборудование, которое использовалось, должно быть, соответственно, там, описано и прочее. При этом, если какие-то программки использовались, то, соответственно, эксперт пишет, какими программами он пользовался. Соответственно, вот, и опять же, отчет он пишет в какой-то программе, да. Это, просто известно, это история, то, что там эксперт предоставил там скриншоты, ну, там были там фотоматериалы, и там было написано, что не лицензионная версия офиса. Ну, и, собственно говоря, вот эта ситуация, вот адвокат, ай-яй-яй, что это такое? Нет, нет, не канает, все нормально. Соответственно, эксперт, он как бы на стороне правосудия, и он может, имеет право... Выше над законом. Нет, нет, не выше над законом, ни в коем случае. Ты что, там же эксперты, они же самые прикольные. То есть, если, например, я иду как свидетель, соответственно, сколько там, два года, да, я отвечаю башкой, специалист пятью, а эксперт, по-моему, пятнадцатью годами. Ну, что-то там такое. Соответственно, если, например, во время суда выясняется, что там показания свидетеля расходятся с показаниями специалистов и с показаниями эксперта, то суд станет на стороне эксперта, потому что эксперт большими годами, да, большими годами своей жизни отвечает перед судом. Поэтому скажу так, что то, что вообще не волнует каким-то салфтом пользоваться, и даже более того, я просто человек, который принимал участие в международных судах. То есть, я был форенсикатором, экспертом в международных судах. И неважно, каким программам пользовались. Самое главное то, чтобы выводы были одинаковые. Ну, то есть, есть такая штука, называется очность акта экспертов. Когда судья вызывает по очереди за кафедру двух человек, и у них написаны одинаковые вопросы. Ну, то есть, содержится на там НЖМД следы ВПО. И вот судья прочитал этот вопрос, значит, так, вы, молодой человек. Да, да, теперь вы, да, да, хорошо. Читает следующий вопрос. И она читает эти вопросы до тех пор, пока один скажет да, а другой скажет нет. И вот тут судья скажет, ага, вот мы и добрались до самого интересного вопроса. И дальше она будет слушать, собственно говоря, доводы, которые использовал там специалист, эксперт при вот да, либо нет. Это самое... Ну, вот я тут подкаст не передаю в видео. Ну, ты, короче, сидеешь, ты вот в этот момент сидеешь. И причем, если в Российской Федерации ты отвечаешь реально, соответственно, сроком, то на Западе ты отвечаешь лицензией, репутацией, сертификацией и прочим. То есть, реально, если ты, соответственно, что-то сделал не так, сказал да, а на самом деле нет, то после этого, значит, не знаю, иди работать в Макдональдс. Ну, правда, ну все, то есть, после этого тебя уже никто никуда не возьмет. Видимо, поэтому факап найтсы закрыты. Ну, кстати говоря, нет, но там, короче, есть некоторые... Короче, возвращаемся к утилитам. Неважно, какими утилитами ты пользуешься. Лицензионными, не лицензионными, опенсорсами, значит, какими-то, какими-то там многомиллионные, там, например, есть форенсикатор и там, таблиау какие-нибудь, да, это их железные комплексы для проведения... Они очень дорогие, они там сертифицированы америкосами, и только там, если ты хочешь судиться с америкосами, только вот их ты должен использовать. Они стоят очень дорого. То есть там комплайнс жуткий. Скажу так, что на территории этой страны можешь пользоваться чем угодно, любыми программами, какие тебе больше нравятся. Самое главное требование, чтобы, если ты говоришь да, значит да, если нет, значит нет. А какими-то утилитами пользовался, в принципе, вообще никому не интересует. Судью вообще не интересует. А если внутреннее расследование, то там, соответственно, так же, там, нашел хакнутый энкейс, используешь энкейс. Скачал у Мандианта редлайн, используешь редлайн. Даже если они как бы официально не поставляют его... Смотрите, смотри, Леш, объясню так. Это абсолютно нормальная ситуация. Лицензионно-лицензионно, при проведении там внутренних каких-то расследований, ребята пользуются... Обычно это все-таки происходит как бы в стенах службы безопасности. И вообще служба безопасности ни перед кем вообще не должна, по идее, как бы отчитываться, какими там они утилитами пользуются. И даже более того, есть там, например, некоторые методички, которые вообще никому нельзя раскрывать. Ну, то есть вообще делают, что хотят. После 24 февраля все эти утилиты, для чего они нужны? Они облегчают работу франсикатора. Они делают ее быстрее. Все то же самое можно сделать с скриптами из GitHub. И даже более того, как человек, который очень не любит утилиты, я очень не люблю все эти вот, все, что ты назвал, я просто... Ну, потому что, когда ты делаешь руками что-то, ну, то есть там нолики, единички... Ты понимаешь, что... А когда тебе утилита говорит, что... А вот, значит, ВПО такое-то... А как ты это поняла? А что ты... А что это, знаешь, например, там даже есть там аутопсия, такая open-source, да? И там есть, например, это ML. ML. То есть ты понимаешь, как бы machine learning. Какой нахрен machine learning? Как это объяснить потом? Ну, дам памяти ты же не ручками переписываешь нолики, единички. Нет, подожди. Утилиточки дело используешь. Нет, подожди. Утилита мне может что-то подсветить. Вот то, что я использую, я честно использую утилиты. Она мне может что-то... Когда у меня передо мной лежит, не знаю, там 15 дисков, и со словами, здесь где-то троян, найди его. А я смотрю, там 10 терабайт, здесь 5 терабайт. И я такой понимаю, что все. Значит, то есть меня обеспечили работу на несколько месяцев. Ну, это чушь. Естественно, я возьму какую-нибудь утилиту, которая мне быстро может что-нибудь подсветить. Но когда я буду писать отчет, я про эту утилиту забываю. Значит, не-не-не, спасибо большое утилиту, что ты мне подсказал, что там, не знаю, там, например, запустился, там метка времени изменилась у этого файла, а потом изменилась метка времени у этого файла. Возможно, эти два события как-то связаны. Утилита мне это подсветила. Но когда я уже сяду, как бы за свой... Отключусь от интернета, значит, возьму чашку кофе, да, наливаю чашку кофе, и вот все то же самое, только своими ручками в своей консольке. Все ты это набираешь, нажимаешь Enter. И более того, например, когда я в международных судах участвовал, я как раз писал, что вот, я ввожу такую команду, вижу такой результат. Ввожу такую команду, вижу такой результат. Из этих двух команд я делаю вывод. Вот такой вот. И, сволочь, попробуй кто-нибудь после этого со мной поспорить. Ну, то есть, если вы мне не верите, возьмите вот эту Ubuntu, вот поставьте вот эту версию, там, не знаю, там, утилитки, вот такой вот, и введите вот эту команду, просто перебейте ее, нажмите Enter, получите точно такой же результат. 100% воспроизводимость. Соответственно, я этим самым защищен. А вот Визавиму, например, какой-нибудь, который с другой стороны представляет, он там использовал какую-нибудь там многомиллионную там утилиту. И я, честно говоря, например, вообще не могу ее купить. Я не могу ее даже пощупать. Вот он использовал эту утилиту и пришел к точно таким же результатам, ну, значит, все правильно. А вот если бы он использовал эту утилиту, и у нас бы результат разошелся, вот это был бы факап. Но, тут-ву-ву, ни разу, вот сколько я участвовал в международных судах, у меня ни разу не расходились ответы с другим экспертом. Окей, спасибо. Ну и, наверное, финальный такой вопрос будет. Значит, он отчасти из года в год повторяется по поводу атрибуции. Но немного в другом контексте. Вот сейчас, если там посмотреть на геополитику, все-таки упомянем и про нее тоже, произошло нечто на двух северных потоках. В результате чего произошла утечка газа, и одни обвиняют одних, другие других. Там Германия приглашает Данию, Швецию провести расследование, россиян туда не пускают. Кто-то говорит, что это взрыв, кто-то говорит, что там водолазы через этот самый трубопровод пролезли, кто-то говорит, дроны беспилотные, подводные. Куча разных версий. И куча подозреваемых в совершении этого преступления. Но, в конце концов, газа нет. И вот здесь возникает вопрос. Кого волнует, кто совершил это, если основная задача быстро залатать дыру и пустить газ? Ну, если отбросить в сторону, что наш газ там не ждут. Вот с точки зрения атрибуции, и может быть даже ее расширить на вообще тему форенсики. А это надо в большинстве компаний? Или достаточно? Я зафиксировал инцидент, и я его рубанул там. Аксесс-листы поменял. Там переустановил винду из бэкапа. Ну, или там операционку из бэкапа. Еще что-то сделал. И хрен с ним, что и кто стоит за этой атакой. Зачем мне атрибутировать кого-то, и зачем мне докопаться до сути, как это было сделано, если я просто нейтрализовал нейтрализовал сам инцидент, и возможно в будущем он не повторится. Возможно. Да. Отвечу на твой вопрос. Есть отчет, который я пишу, и там есть соответственно на русском языке шаблон, есть на английском языке шаблона. И, например, чем отличается русский от английского, это, например, требование GDPR. И там, например, я должен в отчете, если я работаю на западную компанию, в частности, банки, там есть в этом отчете есть по-английски это называется короче, что украли exfiltrated data. То есть за каждый байт, бит, мегабайт данных компания должна заплатить штраф. И, собственно говоря, я как эксперт должен написать вот в этой части шаблона, какие данные были похищены, сколько мегабайт, когда и так далее. И, собственно говоря, в этот момент у меня есть два источника информации. Первый это обычно NetFlow, то есть я смотрю, сколько гигабайт улетало в сторону сервера злоумышленника. И второй я смотрю размеры файлов на дисках, откуда они улетали. Ну и, соответственно, если я вижу там сессия в NetFlow там была 15 мегабайт, я смотрю размер файла на диске, он 15 мегабайт. Я такой, блин, наверное, это он утек. Ну и, соответственно, время совпадает. И, соответственно, я пишу, что вот это, значит, файл, он утек, значит, почему я так думаю? Потому что вот смотрите NetFlow, вот смотрите файл. Иногда просят атрибуцию. И, на самом деле, атрибуцию больше всего интересует обычно наших. Наших не интересует, что украли, вообще пофигу. Но атрибуцию наши иногда просят. Отвечая на вопрос, зачем эта атрибуция просит и зачем она нужна. У любой компании есть требование, чтобы, ну, руководство, чтобы больше такой фигни не было. Чтобы такой фигни не было, есть два варианта. Первое, это узнать по отчету, как произошел инцидент, то есть, как обгонял хакер, как проникал, как подрезал, какие там закладки оставлял, какие утилиты им пользовался и так далее. Ну и, собственно говоря, в отчете, что в русской, что в английской версии есть рекомендации. И я, как человек, который пишет этот отчет, то есть, я знаю, как хакер проник, и я пишу в этих рекомендациях по пунктам, как сделать так, чтобы вот на каждом шаге хакер не мог это сделать. Ну то есть, например, там, хакерок запускал какую-нибудь там мимикацию. Я пишу, значит, сделайте вот эту фигню, значит, такая-то политика, мимикация будет бессмысленной. Он там, не знаю, хакерок, например, взял учетную запись какую-нибудь сервисную. Ну и, соответственно, я говорю так, ребята, ограничьтесь там сервисной записи, поменяйте там от них пароли, ну и так далее. Ну и, собственно говоря, по каждому шагу я делаю так, чтобы хакер вот свой путь не смог повторить ну точно. Второе, если этого хакера не будет, он тоже не сможет этот путь повторить. Поэтому, если, опять же, когда мы говорим прецедент, мы же не знаем, где хакер, да, то есть он же для нас такой в интернете где-то, он может быть на одном континенте, а может быть сволочь в соседнем доме, а может быть вообще сидеть у тебя за спиной у системного администратора, мы же этого не знаем. И атрибуция не в том смысле вот атрибуция, которая, а, это сделала, там, не знаю, корейско-говорящие граждане, не такая атрибуция, мы говорим про настоящую атрибуцию, про то, что данное преступление совершено таким-то, таким-то гражданином. Вот это. В юридишком смысле. Да. То есть на самом деле вот это, вот за нее надо всегда браться. И почему наши чаще просят это? Потому что европейцы, они заплатят этот штраф и дальше, соответственно, разбирайтесь правоохранительные органы сами. В нашем же случае атрибуция более важна, потому что да, может быть, это был хакер какой-нибудь там из интернета, какой-нибудь там анонимус и прочее. А может быть, это реально был человек в соседнем здании. Соответственно, чтобы ответить на этот вопрос, нужно писать в отчете всякие, скажем так, совпадения, скажем так, случайности, которые не случайны, которые могут помочь вывести наследство злоумышленника. И тогда действительно... Вот кто вот эти несовпадения, артефактики в общую картинку собирает? Следствие. Обычно, смотри, я как главный эксперт, я говорил, что моя поставь может быть свидетеля. А я же могу быть специалистом, а я же могу быть и экспертом. Единственное ограничение это то, что я не могу соединить в себе все эти три роли. То есть, я либо один, либо второй, либо третий. И это нужно для того, чтобы, помнишь, я говорил, а вдруг у меня глаза, короче, подвели, и я что-то там не заметил. Чтобы там случайно кого-нибудь под статью не подвести, соответственно, обычно это все-таки три человека. и опять же специалист, который читает все эти отчеты об инцидентах, который понимает, то есть, понятное дело, что у него нету никакого юридического, может быть, есть какое-нибудь юридическое образование, но чаще всего оно просто техническое, который читает, понимает это все, и такой, ага, спасибо большое, значит, товарищу форенсикатору, дальше мы пойдем по другим методичкам. и, собственно говоря, в конце концов, ну, можно зайти на сайт Конституционного суда России, посмотреть статьи, ну, там, 272, 273, 274, опять же, там, 159-ю, ну, да, соответственно, да, и, собственно говоря, посмотреть, сколько же все-таки людей по этим статьям в течение года уже там приговоров вступили в силу, и увидишь, что, ребята, а эти люди есть, они существуют, это не хакеры, которые там, не знаю, там, говорят по-корейски или по-китайски или по-английски, нет, это вполне конкретные товарищи, и они, во-первых, как бы осуждены, а во-вторых, они же должны будут потом выплатить ущерб, который нанесли, соответственно, и получается, что для руководства компании, которая пострадала, они же могут, ага, то есть мы что, получается, можем возместить свои убытки? Да, можете, шансы найти? Есть, поэтому заниматься атрибуцией, не в той мере атрибуции, то, что там кто-то там неизвестный хакер из неизвестной группировки, а то, что это конкретно там, не знаю, какой-нибудь Иван Иванович, совершенно спокойно можно до этого дойти. Опыт есть, и еще раз просто отправлю на сайт сюда почитать статистику. Окей, спасибо, было очень интересно, и в завершении нашего сегодняшнего эфира свежевыжатого подкаста я хотел бы сказать спасибо Сергею Голованову, лаборатории Касперского, за очень интересную дискуссию, и всем слушателям сказать спасибо за то, что они наслушали, и еще раз напомнить, что 15-16 ноября в ЦМТ в Москве будет проходить сок-форум, на котором вы сможете и Сергея послушать, и позадавать ему в кулуарах вопросы, в том числе и на те темы, которые прозвучали сегодня в подкасте. Сергей, большое спасибо. Спасибо тебе, и всем еще раз спасибо, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова